В Воронежской области ежегодно проводятся Митрофановские церковно-исторические чтения, являющиеся региональным этапом международных рождественских образовательных чтений. Открытие церковно-общественного форума состоялось в Большом зале Благовещенского кафедрального собора. Под тема 28-х международных рождественских чтений образовательных «Великая победа. Наследие и наследники». Она посвящена 70-летию победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Но по своей сути она выходит за рамки этого великого события, ставя перед нами вопросы не только о нашем историческом пути, но и о его наследниках, достойных подражателях отечественных традиций. Понятие «наследие» неотделимо связано со словами «традиция», «наследство», «судьба». Приветственный адрес от имени губернатора Александра Гусева зачитал Олег Масалов, руководитель Департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области. Этот ежегодный научно-образовательный форум, посвященный памяти первого епископа Воронежского, является пример результативной просветительской работы. Согласовать ответы на актуальные вопросы современности, задача для решения которой на площадке метрофанских чтений объединены церковь, власть и общество. Этот проект дает замечательную возможность для общения людей, которые заботятся о своей стране, своим родом крае и своей душе, поддерживают и развивают лучшие образовательные и нравственные традиции России. Проблематика чтений всегда имеет важное социальное значение. Тема «наследие Великой Победы» — неразвивной связи героического прошлого нашего народа с его настоящим, к которой обращена нынешняя встреча подчеркивает необходимость объективного взгляда на прошлое, бережного отношения к исторической памяти. Желаю вам интересного и глубокого разговора, радости, общения, успехов и вдохновения в жизни. Губернатор Воронежской области Александр Викозьев. Митрополит Воронежский и Лискинский Сергий, глава Воронежской митрополии, в докладе «Великая Победа. Наследие и наследники» особое внимание уделил информационным вызовам времени в лице с огромной скоростью меняющихся цифровых технологий и их влияния на науки, оказывающие особое воздействие на мир человека. К сожалению, под натиском информационного ума, шифровизации нашей жизни, новейших открытий, особенно в области медицины, биологии, человек теряется, его создание атомизируется, теряет целостность, а значит и целомудрие, его буквальном значении. Не очевиден ли сегодня трагический сдвиг фокуса внимания сущностных вопросов в сторону увлеченности технологий? Мы настолько привыкли к удобству современного быта, к технологическим прорывам в сфере телекоммуникации, что редко задумываются над последствиями так называемой цифровой интервенции в нашу жизнь. А она существенно размывает границу между реальностью этого мира и реальностью искусственной, между традициями, и инновациями, между деятельностью и ее имитацией, между наследием и замещенной реальностью. Во общественном сознании катастрофически уменьшилось количество однозначных и общепринятых истин. Относительно едва ли любого утверждения, будет ли оно связано с историей, образом жизни, идеологией, без чего угодно, можно услышать. Есть и другое мнение. Авторитеты не испровергаются традициями, раздумаются. Это относится и к институту семьи, как к важнейшему институту социализации. Для человека семья главный и основной компонент среды, в котором он живет первую четверть своей жизни, и в которой он пытается построить всю оставшуюся жизнь. В настоящее время в большом числе от семей существует разворованность поколения, исчезает преемственность, передача опыта от родителей к детям. Опыт личной жизни и профессионального становления взрослого членов семьи малоинтересен детям, подрастающим в инвеки социально-экономических и информационных условиях. Так, например, за пять лет, с 1997 по 2002 год, в человеческом было произведено информацией больше, чем за всю путешествующую историю. В современном мире объем информации возрождает ежегодно на 30%. Современный человек за месяц получает и обрабатывает столько же информации, сколько человек с 17 века за всю жизнь. А в сети Фейсбук ежемесячно выкладывается в открытый доступ 30 миллиардов новых источников информации. По прогнозам ученых, количество данных на планете будет как минимум удваиваться каждые два года, вплоть до 2020 года. Результат информационного бума, отсутствие авторитета родителей как носителей знаний для своих детей, важнейшие функции семьи по передаче наследия и воспитанию наследников утрачивается. Кроме того, мы наблюдаем катастрофический процесс разрушения самого института семьи, который проявляется, во-первых, тенденцией сокращения числа врагов и увеличения числа разводов. Во-вторых, в настоящее время Россия столкнулась с серьезным демографическим вызовом. В четвертый год в стране наблюдается уменьшение населения. В 2019 году минус 50 тысяч человек. Владыка Сергий не только обнажил наиболее острые проблемы современного российского общества, но и показал пути их преодоления. Что же делать в этих условиях, чтобы сохранить отеческое наследие и сформировать поколение достойных наследников? Как достойно ответить на вызовы современного мира? Нужны программы воспитания человечества в человеке. И прежде всего важно формировать внутренний мир личности с высоким чувством ответственности за себя, за другого человека, который находится рядом с тобой, за детей, за родителей и за Отечество. Думается, что этой теме будут посвящены многочисленные секции, работа которых предполагается в рамках наших церковно-образовательных чтений. Пусть своеобразным напутствием всем нам будут слова святейшего патриарха московского гостя Руси Кирилла, произнесенные 31 июля 2019 года по Всероссийскому научно-исследовательскому институту экспериментальной физики в Саробе на встрече с учеными, государственными и общественными деятелями. Его святейшество сказал, сегодня перед нами стоит новая задача совместными усилиями помочь человеку сохранить свою вид человечность в стремительно изменяющейся техногенном мире. Почему бы нам вместе, ученым, богословым, не разработать своего рода кодекс безопасности, который просто и доступен, но при этом обоснованно описал бы здоровый, неразрушительный уклад жизни для современного человека? Не пора ли применить весь богатый арсенал христианской аскетической практики в реальности сегодняшнего дня и показать, как можно не растерять человечность в дебрях виртуальных пространствах, сетевых игр, социальных сетей и мессенджерах.